здравствуйте уважаемые зрители дорогие друзья те кто смотрит мой канал давненько ничего не снимал вот как назло перед новым годом прям заболел голос до сих пор наверное слышите не очень-то звучит но ничего попробую вам показать марки которые я прикупил потому что скопилось довольно много давайте посмотрим вместе вот тут начало 20 века такие вот стандартики это персия иран вот так вот а сфокусируем ничего особенного разные цвета номинал и марки гашон минут у меня до этого ничего персидского не было и тут наткнулся совсем недорого на затравочку взял тоже интересная древняя империя сейчас исламская республика а так то ей по-моему несколько тысяч лет персидской империи вот марочки первые первые у меня они первые такты не первые такая небольшая подборочка пока даже не смотрел что там с ними по каталогу но я думаю не стоит просто чтобы начать это была персия дальше два таких вот квартика вот это 44 году 14 июня прошло более тысячи дней со дня начала великой отечественной вот и совет народных комиссаров союза призвал учреждения государственные отметить день демонстрации солидарности вот против знак общей борьбы с агрессией нацистской и вот почта ссср выпустил две такие марки вот я взял в квартах 50 копеек и 3 рубля номиналы вот это ложная стоимость 48 заокеанских единиц нынешние вот довольно распространенные просто я как бы собирают великое отечественное на советских марках он собирает уже так пассивно но где когда встречается в нормальном качестве без всяких наклеить кто беру дальше то же самое это 44 год вот с 31 мая по там 5 по моему июня выпустили такую вот серию можно сказать серию или серии видите марка за цель марка без зубцов сначала без зубцов выпускалась потом зубцами это ордена 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 значит тут ордена отечественной войны орден александра невского то же самое вариант зубцами без зубцов тоже марки довольно распространен ордена 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 суворова вариант без зубцов и орден суворова и без зубцов уже мне кажется так вот не очень видно давайте посмотрим поближе вот вот он кутузова 25 декабря 45 год 4 марки тыл фронтов тоже чистые взялся зона в отличном качестве полная серия надо собирать пока осталось потому что много лет прошло хочу собрать все советские марки 41 45 периоды так виду не видно что-то с резкостью вот ну фронту и вот с кусочком поля 4 марки дальше 3 блока бразильской и аргентинской антарктики такие вот бразилии аргентина также претендует на некоторые сегменты этого ледового материка и видите даже марки выпускают экспедиции там проводят в общем смотрят в будущее дальше значит 10 марок 23 года почта россии их купил на сайте а у марка вот и мне они мои радости прислали видите с частью поля с купона малого листа это герои российской федерации серия из 10 марок 2023 года вот это наши герои марки для меня интересны чем прежде всего тем что это марки тоже можно назвать военными потому что это герои именно того конфликта который происходит сейчас то есть марки имеет такую историческую наполненность наши российские герои на купоне написано что за герой и кратко поведен подвиг который это герои совершили 10 марка ведь все с купоном спасибо а у марка что в таком виде они все мне прислали так дальше марка тоже 2023 год это меньшиков русский генералисимус кстати его юбилей почта россии 2022 год князь михаил воротынский 450 лет победы в битве при молодях достаточно такая интересная битва когда огромное войско крымско-турецкое было разбито 50 километров от москвы в тех условиях когда русское государство воевал еще и с ливонским орденом вот никто не надеялся на победу но это произошло россия победила дальше тоже марка новая двадцать третий год юрий михаил чужков мэр москвы все его прекрасно знаем вот он известен и вышел в серии как полный кавалер ордена за заслуги перед отечеством я собираюсь серию кавалеров ордена андрея первозванного но вот увидел мужского ну не устоял это наш современник великий человек чтобы там кто не говорил кстати одновременно с юрий михаилов почта россии выпустила такую же марку с владимиром вольфовичем жириновским но к сожалению ее расхватали за пять секунд и мне она не досталась придется перекупать у спикулей вот так вот так квартблок 2023 год выпущена марка научная миссия луна 25 а чем интересна эта миссия она интересна своим провалом к сожалению вот у индусов получилось сесть на невидимой стороне луны а вот у роскосмоса в этот раз не вышла этим марка и интересна но я надеюсь следующая миссия будет успешней это 2020 год тоже взял квартиком очередной крымский маяк это юникальский маяк маяк в Керченском проливе 2023 год такие вот самоклейки серии четырех марок детская передача спокойной ночи спокойной ночи малыши такие вот самоклейки я самоклейки конечно не люблю ну а куда от них деваться почта России специально выпускает самоклейки особенно стандарты чтобы обдирать клиентов и брать еще деньги за наклеивание марок в почтовых отделениях так четыре вот это степашка а марки очень даже ничего такие детские дальше тоже взял квартблоком это такая длящаяся серия регионы России последняя марка выпущена в 2023 году только что Керсанская область вот там арбузы арбузное поле значит тут я хотел бы показать еще и карт максимумы и конверты первого дня из серии регионы России которые вышли в 2023 году Луганская народная республика написано на штемпеле первый день вот чем интересны те гашения которые взял я были значит гашения сделаны в Москве но они как-то выглядели довольно искусственно и я взял значит конверты первого дня и карт максимум которые сделаны на месте вот это вот в Луганске Донецкая народная республика соответственно гашение сделано в Донецке это вот карт максимум то же самое гашение сделано в Донецке или в Москве запорожская область запорожская область запорожская область на штампе написано город Мелитополь Луганская народная республика Луганская народная республика такой вот интересный карт максимум штамп Луганск это что касается карт максимумов еще три такие вот барочки не могу ухватить так ухватил здесь разных лет связано с некоторыми юбилейными событиями Великой Отечественной Второй мировой войны значит что мне тут интересно вот это вот двадцатый год марка посвящена Ялтинской конференции видите наконец-то на марке России возвращается Йосиф Истрич Сталин я собираюсь Сталина я правда собираю марки со Сталином которые были изданы при его жизни но интересно вот мы сначала долго чурались наших царей нам было стыдно их выпускать на марках на монетах сейчас Стали вот потом советских генсеков чурались вот наконец-то мы возвращаемся к тому что нам не стыдно за нашу историю что хватит нам морочить голову да вот эти вот стыдливые ужинки давно пора прекратить вот наша история достаточно великая это вот пойдет марка одиночка такая военных лет пойдет в коллекцию Сталина вот это тоже марка из серии сорок седьмой год видите я ее взял потому что тоже пойдет в коллекцию Сталина тут Сталинградский тракторный завод то есть при жизни Сталина завод носит его имя эта марка мне интересна еще одна серия военных лет очистим родину от фашистского зверья написано на марке написано на марке без наклейка следов в прекрасном состоянии смерть немецким захватчикам написано на марке за Родину за Сталина командир поднимает бойцов в атаку вперед на штурм привет освободителям ни шагу назад на этом серия закончилась если не ошибаюсь 1947 год Азербайджанская СССР так еще серия из трех марок 1944 года серия посвящена параду на Красной площади в Москве к трехлетию парада серия состоит с трех марок вот написано декабрь 41 1944 и номинал рубль воздушный бой так и в заключении пока вы не успели устать я надеюсь Туав французские южные и антарктические территории вот первая серия которая у меня теперь без зубцов попала в коллекцию они без зубцов очень дорогие достаточно редкие тут как-то вот мне случайно повезло хватанул на аукционе за очень небольшие деньги вот так что пойдет в мою коллекцию Туав вот на сегодня у меня все спасибо за внимание я желаю всем вам ярких коллекций и редких экземпляров будьте любознательны и до новых встреч друзья спасибо 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 спасибо